Известный Кюйше, заслуженный работник культуры, обладатель ордена Курмет Ермек Казеев передал в дар музею две домбры. В ходе мероприятия исполнитель рассказал об истории этих музыкальных инструментов и поделился интересными моментами своей жизни и творческого пути. Ермек Казеев – представитель династии, которая поддерживает высокое национальное искусство. Его отец также известен широкой публике. Он певец и победитель многих конкурсов областного и республиканского уровней. 28 его песен вошли в Золотой фонд Казахского радио. Ермек Казеев продолжил путь отца, связал свою жизнь с музыкой и стал домбристом. На этой встрече он рассказал, как пришел в искусство. Однажды я оставил домбру и ушел в спорт. Потом была армия. Когда я вернулся, меня пригласили в народный оркестр. Мне тогда сказали, что музыка у меня в крови, так как мой отец также связан с ней. Через год я уже с заднего ряда пересел вперед и стал ведущим домбристом. Уже много лет Ермек Казеев и музыка одно целое. Он исполнял произведения Курмангазы, Долит Кирея, Дины и прославился своим мастерством. Выступал на местных сценах и за рубежом. Теперь решил подарить музыкальные инструменты музею. На одном из них играл еще его отец. В Орде был мастер батараж. Домбру он сделал в 1920 году. Еще сей тех на ней играл. Потом он подарил Домбру своему ученику Саркинже Сарсимбиеву, который тоже известный Кьюиши. Затем Саркинже уже передал ее моему отцу. С момента открытия этого музея Домбры прошло немало мероприятий. Здесь четыре зала, в которых хранятся около ста экспонатов. И сегодня коллекция пополнилась благодаря известному Кьюиши Ермеку Исиуле. Также Ермек Казиев подарил музею различные фото, имеющие большое историческое значение. На них запечатлен и Саркинже Сарсимбиев, проживавший в Бакиординском районе.